Мы сейчас будем рассказывать по очереди, сперва я, потом Женя, о нашем проекте электронного корпуса языков Карапутских Мунда, которым мы занимаемся уже несколько лет, что такое Карапутские Мунда, ну, что такое языки Мунда, наверное, вы все примерно знаете, да, это самая западная ветвь австроазиатских языков, которая расположена, ну, в основном в Восточной Индии, и их можно разделить на три ареала, да, примерно 1% населения Индии говорит на языках Мунда, их можно выделить три ареала, северный, западный, который даже не в Восточной Индии, и южный, вот, собственно, южный Мунда, которые, главным образом, находятся на юге штата Ариста, соответственно, на севере штата Антропродж, это все, кем мы занимались. Все эти языки, они в той или иной мере находятся под угрозой исчезновения, и все они малоописанные и малоизученные. Из них самый многочисленный — это язык Сора, у которого около 300 тысяч носителей, что по индийским меркам довольно мало, ну, а остальные ещё меньше. Существующие материалы по этим языкам — это в основном словари, и есть и грамматические описания некоторые, отрывочные, но в основном языками Мунда интересуются именно в сравнительно историческом аспекте, поэтому словари, ну, и этимологические базы данных — это главные электронные материалы по языкам Мунда, которые можно сейчас найти в интернете. Так что наш корпус — это, в общем-то, первый корпус языков Мунда вообще, и конкретно южных карапутских. Карапутскими они называются по имени региона Карапут. Сейчас это только один из округов Южной Арицы, но раньше он был крупнее и объединял в себе несколько нынешних округов, там включал Джерпати, Райгаду, другие. Поэтому название Карапутские Мунда, оно закрепилось за несколькими идиомами, самый многочисленный из них — Сора, один из диалектов, видимо, Сора Джурай, также Дидей, Бонда и Гарум, которые ещё более малочисленны, и даже большая их часть в статистику индийскую официальную не попадают по разным причинам, ну, прежде всего потому, что у них меньше 10 тысяч носителей, а когда попадают, то попадают большим количеством ошибок. Ну, сейчас речь не об этом, собственно, а о нашем проекте. Корпус этот сдаётся вот прямо сейчас. Он основан на материалах сейчас четырёх экспедиций в АРИСУ — 2016 года, потом двух в 2017 году и в 2018 году. В основном мы работали с языком Сора, потому что он наиболее крупный и наиболее доступный, а с другой стороны он наиболее разнообразен в результате, поэтому там больше разных вещей можно изучить. Ну, а также на нашем сайте представлены материалы по Гутоп и Бонда. Вот это, собственно, наш сайт. Здесь можно посмотреть на главной странице примерно, как выглядят представители этих племён, носители этих языков. Естественно, все носители языков Мунда в индийской классификации социополитической относятся к Schedule Tribe, то есть всё это племена. Да, ну вот сейчас Сора в целом выглядит уже так довольно нейтрально на вид. И их не очень просто отличить от среднего мейнстримного жителя Арицы. У Гутоп и Бонда у женщин до сих пор довольно племенной облик сохраняется, то есть у них есть характерные украшения, которые вот тут можно увидеть, а именно у Гутоп вот видите такие характерные толстые грибны на шее, у Бонда более такие тоненькие, зато при этом у них очень красивые вот эти головные уборы из бисера и такие же нагрудные ожерелья, которые, в общем-то, служат женщинам вместо одежды, но в последнее время, скорее, они уже больше носят какие-то такие покупные рубашки, NITIS, что называется, но вот тем не менее их, в общем, можно отличить, например, на рынке в Арисе, это, собственно, третья фотография, это фотография с рынка в Ангуделле, как и других женщин из племен, то есть если мужчины племенные, в общем, выглядят довольно мейнстримно, то женщины часто отмечены какими-то специальными знаками, вот позавчера был доклад Ани Смирницкой, она тоже показывала Дон Греконт с характерными татуировками и кольцами в носу и заколками в волосах, ну, вот это тоже арийские племена, но дравидийские, а у нас сейчас речь о племенах Мунда, вот, так что здесь можно себе примерно представить себе, как выглядят носители наших языков, ну, и характерные пейзажи, тут тоже на этих фотографиях видны, арийские. Теперь, собственно, о проекте. Проект у нас не совсем чисто лингвистический, он в большой степени, в большей, может быть, степени социолингвистический и даже междисциплинарный, и изначально мы планировали сделать целевой аудиторией сайта и ученых разных направлений, то есть и лингвистов, и фольклористов, антропологов, этнографов, филологов и так далее, а с другой стороны в перспективе была и идея, чтобы сайтом пользовались и интересовались сами носители языков и могли бы использовать его в образовательных программах, поэтому здесь нужно сделать некоторое отступление об образовательной программе Multilingual Education. Ну, вы, наверное, знаете, что школьное образование в Индии, как правило, дается на языке штата, ну или в частных школах на английском языке, а в государственных это будет язык штата, в которых сейчас чуть больше 20 штук, но есть некоторые исключения. И вот эта вот программа, которая сперва разрабатывалась энтузиастами и начала внедряться им на Варисе, со временем получила поддержку государства, программа предполагает обучение школьников младших классов на их родном языке. Ну и, собственно, изначальной идеей этой программы было именно улучшение интеграции школьников из племен, незнакомых с языком штата с детства, их интеграция в учебный процесс, потому что, когда они приходили в школу и получали там преподавание на языке штата, которого они не понимали, естественно, это приводило к отставанию и проблем с обучением. И мы в ходе наших экспедиций много общались как раз с активистами этой программы в Варисе, из включенных у нас языков. Сейчас такие программы существуют для СОРа и для Бонда с государственной поддержкой. Почему не существует для ГУТОП мы тоже можем рассказать. Ну и мы, конечно, надеемся, что материалы сайта могут пригодиться и для этого. При этом, поскольку сейчас программа может часто уже внедряться в других регионах в связи с потерей местных языков и активистами, которые пытаются эти языки сохранить, то есть с другой целью, то мы надеемся, что с изменением социолингвистической ситуации в регионе наш сайт тоже может сослужить хорошую службу для дальнейшего развития этих программ. Одной из основных и начальных задач сайта является отражение всех сфер употребления, жанров и форм, в которых существует язык. То есть показать язык во всей его полноте и привести самые тексты самых разных жанров и сфер употребления. Так что у нас корпус несколько нестандартный с сильным социолингвистическим уклоном. Ну вот теперь, собственно, сайт. Здесь основная вкладка — это вкладка «Языки», которая содержит языковые материалы. Ну или можно отсюда перейти к ним. Здесь наши просто личные странички, странички с публикациями и докладами, фотографии из экспедиций, страничка благодарности, потому что нам очень много людей помогало. И поиск по тегам, про которые мы еще расскажем. Давайте для начала расскажем про то, как, собственно, устроены языковые материалы. Страничка языка. Здесь сбоку вы видите меню, где даются устные и письменные тексты, а также общая информация и список глосс для конкретного языка. Ну, общая информация — это в целом информация о языке. Если мы заходим на страничку конкретного текста, то мы там видим видеоролик с субтитрами на русском и английском языке. Затем общая информация о тексте, о том, как и где он был получен, кто информант, кто расшифровывал и так далее, о жанре. И затем сам текст в инфотранскрипции, перевод и глоссы, которые... Вот такими звуковыми файлами, ну, в данном случае, это песня, её целиком можно послушать на видео и посмотреть субтитры, а значит, посмотреть на мимику, на интонации, на жесты и так далее, да, а отдельные строчки можно послушать в звуковых файлах и провести какой-то фонетический анализ, например. Ну и кроме того, у сайта, естественно, сейчас есть русская и английская версии. Версию на Орие мы пока не осилили, но в Арисе довольно рано в школах начинают изучать английский язык, так что, может быть, это и не страшно. Вот. И дальше, наверное, сейчас расскажет Женя. Я сейчас пытаюсь продемонстрировать, как у нас, как мы справляемся с задачей отражения в нашем корпусе различных сфер ботования собственно языка. Переходим на ссора. Значит, поскольку у нас большинство текстов сейчас по ссору, и ссору мы больше всего занимались, на ссору сейчас лежит 13 текстов, и это на самом деле только начало, то есть мы работаем над тем, чтобы текста было сильно и сильно больше. Что сейчас лежит по ссору? То есть, во-первых, как мы пытаемся отразить различные жанры, различные сферы ботования языка при помощи нашего корпуса. То есть для этого нужно вообще понять, в каких функциях язык ссора употребляется в самой общине ссора. И первое, что нужно сказать, что если раньше все ссоры в основном исповедовали анимизм, то начиная с прошлого века, прямо с самого начала, сначала в деревне, в ссорской деревне Сиранга базируется баптистская миссия, канадская баптистская миссия, начинает распространяться баптизм, и на данный момент 50% ссор уже баптисты. В 70-е годы баптистов начинают потихоньку догонять католики. Дальше туда же приходят миссионеры от Вишвахинда Палишат распространять индуизм. Обеспокоены миссионеры, что и государство, в частности, что очень много христиан, сальди племен, и надо их возвращать в Гарвапасе, возвращение домой, возвращать в лоно индуизма. Кроме того, в 30-е годы ссора разрабатывают собственную религию на основе обожествления новопридуманной письменности. То есть на данный момент у них 5 крупных религиозных общин, не считая мелких, не считая мелких христианских, не считая, например, общины Олег, которая вообще распространена среди племен Валисия, у ссора только 5 крупных религиозных общин. И язык внутри каждой из общин употребления языка, оно, в принципе, разное. То есть чем начинают заниматься баптисты, когда они приходят? Большой упор делается на переводы священных текстов, то есть переводится Евангелие, переводятся различные гимны на язык ссора. И что интересно, что, во-первых, перевод Евангелия, он уже немножко искусственный, то есть сам язык становится, сам язык Евангелия переведённого, он искусственный. Гимны, которые составляются, они тоже не учитывают, например, особенности поэтики племён Мунда, они составляются по западному образцу, то есть уже создаётся некоторый такой конструкт, баптистский конструкт языка ссора, который в других общинах не используется. А дальше что происходит? Детки ссора уезжают в своих деревень, в интернаты на обучение, и язык ссора, к нему они возвращаются в основном только в церкви, где есть общение на… Постоянно язык используется, как постоянно читаются тексты из Священного Писания, и они выучивают как первый язык вот этот такой конструкт евангельский, вот что удивительно. Значит, поэтому мы отражаем, вот у нас есть баптистский гимн, сейчас я даже, может быть, если получится, поставлю его, и письменные тексты, например, «Отче наш» из Евангелия, из переводов Евангелия. Католические тексты. Ну, католики в церкви в основном ссоры не используют. Пасторы в основном, это выходцы из южных штатов Индии, в основном киролиты. Общение с пасторами ведётся на оре. Ссоры они изучают в той мере, в которой они, ну, приехавшие пасторы, они и оре, это не всегда хорошо знают, но в той мере, в которой они могут изучить ссоры, они изучают, но в основном общение ведётся на оре, но на оре они перевели какое-то количество чисто католических текстов. То есть Евангелие они используют баптистское, но в частности катехизис, например, который у нас здесь есть, он, вот, переводили сами католики, в отличие от баптистов, католики языком особо не занимаются, стандартизации языка нет, то есть если баптистов они чётко стандартизируют, прямо что вот один звук, одна буква стараются, чтобы всё было по правилу, католики более-менее переводят, как переводятся. То есть там дают кому-то, он так, и те, и другие используют латиницу. Вот, индуисты приходят туда, основную целью ставят вернуть даже не всех ссора, скорее в индуизм, а скорее в баптистов, потому что их больше всего, ну и католиков, соответственно. Индуизм, понятное дело, для ссоры не особо притягателен, поскольку они сразу же опускаются на нижнюю ступень кастовой иерархии, поэтому индуизм им даётся нестандартный преподносится. То есть, во-первых, им разрешается самим проводить ритуалы, а не ждать заезжего брахмана, когда он там совершит тут же. И практически все ритуалы и все гимны, они копируются с баптистских. То есть иногда просто до прямого берётся баптистский гимн, заменяется джесу, который Иисус на каком-нибудь рамо или крушна, и всё остальное оставляется так же. И служба в храмах устроена практически так же, как устроена баптистская служба. То есть пастор что-то, или пастор Пуджари что-то говорит, потом, значит, встаёт кто-то из паспы, зачитывает что-то из гимнов или из текста. То есть более-менее шаблонно они вот так вот идут за баптистами. Значит, и у нас есть два гимна индуистской традиции, значит, про баптизм и католицизм я сказала, есть заклинание духа Джарасима, это из анимистской традиции, это, собственно, то, те начала, от которых ссоры потом отошли и ушли в различные религиозные общины. Само заклинание посвящено определённому духу, который, причём, появляется в виде змеи, он украл ребёнка, то есть ребёнок заболел, и, собственно, надо этого духа задобрить, чтобы он отпустил ребёнка, чтобы ребёнок выздоровал. Значит, таким образом, у нас сейчас есть тексты четырёх религиозных общин. Вот до общины автохронной письменности я пока не добралась в плане глосс, потому что текст очень сложный. То есть как бы письменность я читаю, но с глоссами там очень сложно в этом плане, но всё будет, я надеюсь. И представлены четыре типа письменности. Два типа латиницы, поскольку изначально первая латиница была с использованием фонетического алфавита, потом от этого отказались, это оказалось сложно для паства. Значит, и вот, например, вот так вот выглядит страничка, написанная с одной стороны автохронным письмом Соранг-Сампень, с другой стороны транслитом этого же текста на шрифт Ория. Собственно, это не Ория, это тот же Сора, но транслит, чтобы было понятно, как это читать. Это страничка из книги, выпускаемой местным издательством, собственно, басня о Воронье-Лисице из Хитопатэше. Всё достаточно здесь просто. Вот чуть-чуть послушаем, например, вот кусочек баптистского гимна, как это выглядит. Собственно, в церкви оно так и устроено. Кто-то играет на синтезаторе, практически забивая этим поющего или поющих. То есть слова, они более-менее просто все знают, там что-то расслышать уже сложно. А вот так, например, индуистский гимн выглядит. Сейчас мы попробуем их сравнить. Вот послушав эти два гимна, можно понять, что более-менее индуистский практически использует ту же самую мелодию, на которой был создан баптистский гимн. Скорее всего, она одна и та же. То есть вот такое просто непрямое калькирование. И дальше. Что? И религиозная лексика, конечно. И лексика вся, да. То есть иногда просто входят. Ну, там где-то, да, из баптистского. Да, замены имён. Вот. Это вот то, что касалось того, как мы пытаемся отразить социальное разнообразие текстов. То есть община совершенно неоднородна, и нужно показывать все стороны бытования языка Сора в различных мелких религиозных общинах, в различных общинах с различной письменностью. Вот. То есть проект такой, на самом деле. И ещё вот мы прикрутили такую опцию, как поиск по тегам или поиск по меткам. Да, то есть у нас корпус в этом плане немножко отличается от лингвистических, поскольку там поликсемом, грамемом, грамматическим значением пока мы не ищем. То есть, может быть, это в будущем, когда текстов прибавится, но пока можно искать по всяким социолингвистическим вещам, по характеристике текста. То есть начиная от формата представления, у какого текста есть видео, у какого есть аудио, у какого есть глоссы, и дальше продвигаясь к сферам бытования, к жанрам, к тематикам. То есть по жанру сейчас выделяются бытовые нарративы, песни, предания, сказки и импровизация. Что интересно, это отдельный жанр мунда, просто такой вот автохтонный, когда они просто реально что вижу, то поют, то есть могут на любую тему сразу же, используя определенные каноны поэтики, создать некоторое песенное произведение. То есть у нас там даже лежат тексты, посвященные нам, что понятно, что когда они нас видят, и просьба что-то спеть, сказать, она сразу вот этот стимул вызывает. Богини. Что? Богини просто. Не раз слышу слова. Я говорю, две богини, две белые богини. Ну, не совсем, я думаю, что просто. Не совсем, да? Скажите, а мотив там такой? Такой же или... Мотив, мотив какой, мелодия. Разный. Другой, да. Там иногда, но нет, вот они не совпадают с баптистами. Это мы сейчас, если я успею это сказать, можно и послушать эти мотивы, то есть у них народные мотивы будут другие. А поэтика там будет, собственно, мунская, от которой баптисты чуть-чуть уходят, но снова в неё возвращаются. Это когда не рифма, а в энстише каждая новая строка, та же самая строка, только одно или два слова заменяются на синонимы или на слова того же семантического ряда с тем же количеством слогов. Мы, собственно, делали доклад в прошлом году про это. Да. У них такая форма стиха. Вот. Поэтому импровизации, они интересны сами по себе. То есть вот если вот на них нажать насчёт двух богинь, потом все песни про двух богинь сразу и проявляются. Вы знаете по этому докладу. Ровно потому, что оно в основном, да, мы к вам пришли, скажите нам что-нибудь. А потом мифология развивается. Они вряд ли закрепятся в таком виде. То есть они закрепились только у нас на диктофонах. Я хочу только сказать, что эта импровизация не обозначает никакого пиетета перед объектом, если что. Потому что на наших глазах вот наш информант Сореневас Гаванга, который, собственно, нам две такие импровизации сделал, мы уже его спросили, а вот про что вообще вы можете? А говорит, про что угодно. Хотите там про Луну? Ну давайте про Луну. Спел про Луну. А там собака рядом крутилась, ну вот пока мы работали, там местная какая-то собачка тусила. Мы говорим, а можно про собачку? Он про собачку спел. Что, мол, ты тут крутишься, всем мешаешь и так далее. Вот, поэтому про богиня это громко сказано немножко. В общем, жанр страшный и интересный, и мы его, естественно, выделяем в отдельный. Значит, письменность различная, да, ну вот разница такая, большая разница, в основном актуальна для Сора, с своей собственной графикой. Для Гутоп и Бонда тексты составляются в основном с использованием графики Ория, и христианцы для Гутопа и Бонда нет, то есть они в основном остались анимистами. И, может быть, некоторая часть – это община Олег, алистская религия, другая. Религия – это тексты, относящиеся к какой-то, опять же, из религии, в основном это для Сора, но вот в какой-то момент я думаю, что Олег сюда тоже подключится. Полинформантом, ну, скорее, такая лингвистическая характеристика женщины-мужчины, понятное дело. Область бытования. Про фольклор более-менее понятно, про религию, то есть сюда собраны под этим тегом все религиозные тексты всех общин. Многоязычное образование – это та самая программа MLE, Multilingual Education, про которую Настя говорила в начале. Это тексты, которые созданы специально, сейчас я выйду на что-нибудь, да, из учебника MLE, то есть текст из учебника выглядит он так, тексты созданы специально для учебных материалов по вот этой программе. То есть энтузиасты, которые программу составляли, они занимались сбором фольклора, старались, чтобы фольклор был автохтонный, в более, в некоторой степени старались, не всегда это получалось, потому что вот эта вот сказка прекрасная, она вряд ли автохтонная. Вот, ну вот учебник выглядит вот так. Нет, вполне вероятно, что она аристская автохтонная. Аристская? Нет, может быть аристская, но вряд ли она бонская. Мы слышали, ее вариант у нас есть, правда, еще не выложен пока на сайте, ее вариант сора. Вот, поэтому, а видимо, она общая аристская. Она, по-моему, общая вообще вся, потому что такие варианты я слышала уже из разных мест и не только из Индии. Вот, значит, что дальше по тематике? Так, с этим все понятно. И тематика это, ну, то есть мы будем дальше разрабатывать названия, названия сейчас здесь предварительные, да, традиции, традиционные занятия, это все, что связано с традиционным бытом. Сюда у нас попали, например, два таких текста, пока на оба ногу топ. Это инструкция по изготовлению лука, из которого они там все полят, в частности. Ну, то есть раньше они ходили с луком на охоту, сейчас появились ружья, но так это как бы теперь традиционный такой вот инструмент, и на определенную ритуальную охоту нужно ходить именно с луком. И рассказ о празднике, то есть праздник давно празднуется вообще не в гутов, уже сложились определенные ритуалы его празднования. А тег модернизации, или может быть дальше это будет переназвано в смену социального устройства, например, так, это все то, то есть сейчас, понятное дело, племена сильно отходят от традиционного образа жизни, и в их жизни появляется так называемый девелопмент, как они это говорят. То есть появляется... Или поривартан. 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 Появляется образование, появляется некоторые работы, которых раньше не было, то есть раньше это был такой ограниченной общиной, охотой, собирательством, посадками, разведением некоторых животных. И наоборот, проблемы со старыми традиционными занятиями. Ну да, то есть как бы... Обратная сторона. Глобализованный мир внедряется в жизнь этих племен, и тексты специально посвящаются вот такому девелопменту, то есть как у нас было раньше и до чего, как мы дошли до жизни теперешней. Мы хотим, то есть здесь не все теги есть, то есть в принципе мысль идет про тег санскритские сюжеты, что многие распространенные сюжеты по Индии переводятся на местные языки племенные, и там появляются либо в учебниках, либо они рассказываются как-то. Но с этим сложно, да, потому что мы не всегда можем понять, какой именно этот санскритский сюжет, поэтому тег пока не введет. Еще один тег, скорее всего, думаем ввести, это параллельные сюжеты. Это очень интересная штука, когда один и тот же сюжет рассказывают на разных языках. То есть вот у нас уже есть один сюжет на Бонда, и он же на Гутоп, с некоторыми различиями. Но вот особо интересно. В принципе, есть ощущение, что таких сюжетов будет достаточно много. Ну, в общем, все, наверное, на этом. В общем, если Настя ничего не забыла. Мы сейчас спросим ее. Что? Мы сейчас спросим, спасибо. Может быть, про письмо еще? Уже опасно. Уже страшно. Еще не поздно. Что про письмо? Ну, про это брачное письмо ты не рассказал. Про брачное письмо. Это вот у ссоры был определенный такой жанр, на самом деле. То есть почему Настя про него напомнила сейчас? Это буквально... Это интересно тем, что это, как бы, собственно, не относится к религиозным текстам, но это текст определенной общинной традиции, паптистской общины. С ним интересно еще и то, что это текст жанрово-письменный. Да что? Потому что, как бы, ну, понятное дело, тексты опубликованы, это одно, а это определенный жанр именно письменного текста. Часто это упускается в корпусах. Вот я сейчас туда зайду. И это, например, если парень хочет сделать понравившуюся девушке предложение, он не может ей это просто так сказать, он и пишет официальное письмо. Оно пишется по определенным канонам баптистской общины. Вот даже если тут, я не знаю, приблизить, начинается со слов «Кресту Джисун». Дальше можно читать все понятно, к чему это относится. И он пишет такое письмо, если девушка более-менее так подумывает, что, скорее всего, она за, она ему отвечает, следующее письмо пишется родителям. А, нет. А дальше она отвечает. Да, если вот она не отвечает, вот ей пишется еще два, и в последнем письме Пайлин уже считает себя свободным. Спасибо. А если она отвечает, они берут эти два письма, они несут в церковь, и при всей общине они обсуждают вообще такую возможность для него, и для нее пожениться. Вот. Ну, и вот интересен сам жанр. То есть мы, когда работали с СОР, мы каждый раз спрашивали, а что, например, такого вы можете сделать на СОР и не можете сделать на ОРе? Вот. И, например, вот они отвечают. В принципе, у молодого поколения язык теряется. Вот. И очень многие сферы, они как бы уходят из языка СОР и переходят к ОРе. Вот. Но вот эта сфера осталась. Эта сфера, да, пока на ОРе вроде не комильфон написать СОРскому парню, СОРской девушке. Вот. И в заключение тогда, если я больше, кроме письма, ничего не забыла, мы с Настей, в принципе, хотим всех спросить. Вот вы, как специалисты в разных областях, чего бы еще хотели, может быть, от этого сайта? Что бы было полезно сюда добавить, привнести, уточнить, поменять местами и прочее, и прочее, и прочее. Вот. И вместе с этим спасибо за внимание. Очень аккуратно сделанный сайт и каталогизация очень отличная. Я бы сказал, модернизация, это, получается, песни НЭПовские отдельно, да, значит, отдельно традиционные. Это здорово. Но у меня вопрос такой, что ввиду того, что нету грамматической разметки, как скоро мы увидим Google Translate на язык СОРа, потому что для этого нужен параллельный корпус? Разметка есть. Поиска мы не сделали. Глоссы есть, нет поиска. То есть, в принципе, мы планируем сделать, конечно, словарь, то есть вынести все это, во-первых, как словарь, как глоссарий, хотя бы те слова, которые есть в текстах. Например, какие-то слова из текстов больше нигде не встречаются. То есть, например, если какая-то холиклорная песня, то есть ни в одном существующих словаре я этого слова не нашла. Оно в тексте есть, более-менее оно информантно подтверждается. То есть такой словарь планируется делать. Насчет Google Translate не скоро. Почему? Потому что с грамматическими описаниями все очень-очень сложно. То есть для Сора... А для всех. То есть даже для Сора не лучше в этом плане. Для Гутов. Для Бонда практически вообще не существует. То есть это какие-то зарисовки. На Гутов ровно одно грамматическое описание тоже в виде зарисовки, где автор так постоянно пишет. Но этого я еще не знаю. По Сора более-менее есть грамматика Ромамуртия. Это учебник, справа говоря, но это лучшее грамматическое описание, которое есть. Ну, в 2016 году была еще экспедиция, где вот тоже были собраны именно грамматические материалы. Поэтому с грамматикой все очень-очень сложно. То есть мы как можем параллельно еще и собираем какие-то грамматические анкеты, чтобы вообще было можно адекватно это глассировать. Но тут еще много-много-много вопросов. Поэтому уж совсем прямо добираться до грамматического разбора. Сначала надо написать нормальную грамматику на все три языка. То есть если я захочу написать любовное письмо девушке Сора, то мне придется повременить. Ну, или списать вот тот товарищ, который выложен на сайте. Спасибо. Я помню, очень давно к нам приезжал английский этнограф по замечательной еврейской фамилии Витебский и рассказывал много интересного про Сора. Знаете ли вы какие-нибудь его работы в вашей сфере интереса? Еще бы. Витебский – это наше все. И у него вот тоже недавно он, конечно, гораздо дольше в нас работал с Сора. И он язык Сора знает уже практически как носитель. Он даже написал книгу на Сора, популяризующую как раз старые традиции Сора. И у него недавно вышла книга, посвященная как раз переходу Сора от анимизма к христианству. Называется «Living without the dead». Очень, на самом деле, тоже и для нас это тоже очень важный источник. У него там, при том, что он антрополог, у него много интересных языковых наблюдений как раз о том, как изменился язык и как изменилась поэтика. Большое спасибо. Жень, может, ты тоже можешь что-то еще сказать. Витебского мы очень любим. И, например, эту самую книгу, которую он написал на Сора, нам подарил, прислал, вернее, католический пастор со словами «Вот у нас тут кто-то написал, вам могло бы пригодиться». Да, может быть, кстати, добавить ее тоже в какой-нибудь кусочек на сайт. На «Лазовской книгу» Витебского. Да, вот, кстати, я хотела по поводу ссылок на сайт действительно имеет смысл, наверное, добавить там вот ссылки на грамматики, на вот эти работы Витебского. Какая-то общая библиография по... Там есть, да? Нет, ее пока нет. Тут как бы я не всегда уверена насчет копирайда во всех случаях. То есть есть какие-то сайты, которые в открытом доступе. Да, вот грамматики, ну, в смысле работы Витебского, они, в принципе, не очень в открытом доступе. А можно у меня два вопроса? Вот первый вопрос. Там у вас используется орнамент какой-то такой, там, человечки какие-то. Это что-то связанное с этими племенами или это что-то ваше личное? Отчасти. Да? Так, а я сейчас, ну, а экран насчет них? На самом деле, ну, орнамент, который там используется, это некоторая стилизация моя, то есть, ну, частично она сделана с фотографией ткани, которую мы там покупали. Но на самом деле это не на ткани, это связано с традиционным искусством сора, которое сейчас, в общем-то, стало символом, таким брендом всей Арисы, а не только сора. Это и деталь. Сейчас уже по этим расписываются стены городов, там и социальная реклама в таком виде, и просто какие-то украшения. Вот. И у нас есть две странички в разделе фото и видео, как раз посвященные деталям. А видно, что я показываю? Вот, собственно, я иллюстрирую Настину слова вот этими прекрасными изображениями. Да, и это... Вот, собственно, вот ту предыдущую картинку мы выбрали в качестве такой эмблемы нашего сайта. Это наш информанс Средневазгаманга, он расписывает стены университета Центурион в Паралакимунде, и там вот такие есть собственные изображения. А то было такое, как пример модернизации, иллюстрация к цорской школе и программе МЛЕ, если угодно. Вот. Изначально это искусство имело ритуальный характер, то есть оно, прежде всего, изображало каких-то божеств, алтари, рисовалось возле алтарей божеств и так далее. Сейчас это уже обозначает что угодно, там в таком стиле могут быть и политические деятели изображены, и вообще, что в голову придет. Вот. Ну, а еще один раздел, вот один из разделов, это как раз роспись стен университета Центурион, Средневазгаманга, совершенно замечательные иллюстрации, которые мы даже думаем сделать из этого какие-нибудь иллюстрации к песням ссорским. А другой раздел, да, это вот эти вот и детали, посвященные алфавиту. Дело в том, что алфавит вот этот Саранг-Сангпенг в религии автохтонный матрабанум, который трактуется как воплощение похищенного по легенде, похищенного уссора Брахманами Джаганадха, да, и вернувшегося к ссору в виде письменности, у него каждая из букв тоже является воплощением, но уже не Джаганадха, а каких-то традиционных анимистских ссорских духов. Имя, ну, каждая буква это воплощение того духа, имя которого начинается на эту букву, соответственно, вот эти детали это изображение тех духов, которые связаны с буквами Саранг-Сангпенг. Вот, например, вот это вот Лабо-Сын, и это богиня земли, потому что Лабо-Сынг, это значит земля, на ссора, и, соответственно, это изображение божества буквы Л. И все подписано на сайте, что есть что? Вот это же, что свадеб, панкуйся. Там иногда эта буква видна сверху, вот, и ее дублет на Ория, а иногда, а иногда, иногда не очень. Да. Спасибо большое. И второй вопрос, вот там вот по поводу этих писем брачных, да, вот я заметила, там какой-то отрывок, ну, лист из ежедневника, то есть, в принципе, можно любой листочек использовать, написать, лично отдать девушке или переслать. Ведь, в принципе, это же можно как бы подделать. Ну, то есть, я хочу сказать, что понятно, что, как бы, если делать предложение, то, наверное, то есть, как это происходит, чтобы избежать каких-то, ну, недопонимания, скажем так, или там, подделки, если прям. А почему не большая? Там, в принципе, все друг друга знают, то есть, если кто-то подделает, будет всем ясно сразу, кто подделал, с какими целями. Ну, в принципе, письмо передается юноше и девушке лично в руки. Она может, правда, конечно, устроить скандал, типа, написать такое письмо, сказать, он написал, а теперь отмазывается. Мы не слышали о таких случаях, но на самом деле то, что вы видите на сайте, это написанный пример специально для нас. То есть, он был написан нашим информантом специально именно как пример. То есть, он вас не любит? Письмо имеете в виду? Он молод, и родители ему такое точно не разрешат. И он передал это сразу нам двоим. И тут мы не должны верить. Вот. К тому же, его отец нам долго объяснял, что если его сын попытается жениться на девушке не из племени Сора, то он его выгонит из дома, так что это никак невозможно. По поводу живописи, вот это поразительно. Действительно, очень оригинальная школа, но она напоминает параллельную школу в Мадхубане. Видите, недавно альбом вышел такой живопись Мадхубане. Мадхубане? Да. Это бихарская живопись. Она несколько иная. Варли, это да. На Варли. По поводу на Варли, которая стала довольно популярна тоже в Индии, но некоторые изобразительные элементы вроде бы от Варли отличаются, насколько мы знаем, хотя при этом естественно сейчас уже происходит такой микс и эти элементы заимствуются, потому что Варли более интересные. Это интересно, конечно, но своеобразие сохраняется. Вот. Еще интересный очень момент связанный с этой живописью, это манера рисовать на ходу, пока ты что-то рассказываешь. То есть наши информанты часто просто иллюстрировали расшифровку текста такими изображениями. У нас есть тетрадки с собственно расшифровками текстов, в которых идет на ходу вот такое изображение, а также комментировали иногда довольно иронично саму нашу работу. То есть мы тоже в этом стиле изображены в этих тетрадках и наш проект тоже это довольно забавно выглядит. Он есть на сайте? На сайте нету, это отвлечется и найдет. Вот, например, здесь внизу один из эпизодов, когда меня сморила жара, мы сидели на жаре и Женя расшифровывалась информантом текст, а я просто уже выключалась и заснула, а вокруг ходили какие-то цыплята, и вот они ходили вокруг меня и клевали там что-то, и уже чуть ли не до меня добрались, и вот это все проиллюстрировал наш информант. Или вот... Сход свухваченно поразительно. Конечно. Или вот, например, видно? Значит, здесь наш проект изображен в виде огромного камня, который мы вместе тачим. Ну, здесь наш гендер обозначен условным изображением юбочек и браслетов на руках, а мы сами различаемся длиной волос. Ну, и подписано Женя и Настя, а потом я сижу в отчаянии, потому что чувствую, что мы не успеваем всего, что запланировали, а Женя меня утешает и говорит, что мы справимся со всеми проблемами. Шри-ВА-Сан-ТО-ТА-Сан-ТУ-ШТА-С-R-G-A-D-H-E-T-U-R-E-SH-W-A-H-H-S-R-G-A-D-E-H-E-T-U-R-E-S-W-A-H-S-R-E-V-O-V-I-T-N-D-T-A-M-S-R-E-V-A-N-S-R-E-V-A-N-G-A-N-H-S-R-E-V-A-N-H-E-V-A-N-H-H-E-V-A-N-H-C-S-R-E-V-A-N-H-S-R-E-V-A-N-H-E-C-C-H- Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok